Наталья помогает открывать дверь другому риэлтору. Что-то там не получилось. У нас тут очередь на дома, как вы видите. Мы уже какие-то по счету третьей очереди. Все никак не можем дом посмотреть. Надеюсь, сейчас получится после них. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вас приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс. Я ваш риэлтор в Центральной Флориде, город Орландо и его пригороды. На сегодня у нас это второй дом. Мы уже один показали. Вы можете посмотреть в предыдущем ролике, который Юля выставила уже. Дома находятся буквально в одном и том же нейборхуде. Это район метро-вест, спальный район, частные дома. Я взяла два дома практически одинаковые, немножко разные, чтобы просто сравнить и посмотреть, что вам нравится и какой бы из этих домов вы купили. Конечно, кто-то из вас скажет, что никакой, но просто интересно для сравнения. Два дома в одном нейборхуде, разные комьюнити. В общем, сейчас мы пойдем просмотрим дом, который выставлен за 369 900. Четыре спальни, две ванных, 1871 квадратный фут, что в переводе на метраж 174 квадратных метров. Кстати, налог на этот дом 2 тысячи всего на прошлый дом, если вы помните, 4 600. Хотя это в одном нейборхуде. И, в принципе, размер дома буквально похож, там маленькая разница. Позже скажу свои предположения, почему разница в налоге. Давайте дальше по цифрам пройдем. Он, значит, в год, в этом комьюнити HOA в год 280 невысокий. Вот, сделан из бетонных блоков. А, кстати, в этом доме, в этом доме септик-танк. Септик-танк – это не публичная канализация, это локальная канализация. Он обычно зарывается где-то перед домом. Где-то вот здесь. Может быть, даже вот где-то здесь он зарыт в земле, потом покрывается травкой. Все нормально. Я даже не знаю, но есть в деревнях в России септик-танке. Это такие врытые канализационные контейнеры в землю. Честно говоря, в районах Орландо я была поражена, когда я начинала свою карьеру, что в очень многих комьюнити именно септик-танках, в очень многих дорогих районах, как Доктор Филлипс, Винтерпарк, Виндермир, вот эти все дома, которые много миллионники, вокруг озер, вот это Chain of Lake of Butler, да, там по закону, например, у озера Большого нельзя делать публичную канализацию, у них у всех врыты септик-танки. На самом деле, обслуга этого танка происходит где-то раз в 5 лет, ну, смотря какая у вас большая семья и как часто вы ходите по нуждам. Да, добавляются просто ежемесячно какие-то бактерии, вот, и раз в 5 лет приезжает машина, которая это все выкачивает, и это стоит где-то 350 долларов. То есть, на самом деле, это небольшой какой-то дел, проблем нет, но многие этого очень пугаются. Но зря. Но, да, ну, как бы это не говорит о том, что дешевый район или дорогой район, даже в очень дорогих районах это есть. Пойдемте. Давайте пройдем, просмотрим дом. А какого года постройки? 1988 года. Ну, так вот, пожилой. Если вы помните, прошлый дом был 1993 года. Да, 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 это постарше. На самом деле, 5 лет разница. Хорошо. Так, заходим. Качки снимай. Заходим. Солнце. Так, утыкаемся в стену. Добро пожаловать. Так, куда пройдем? Веди нас, Надя. Ой, слушай, я даже не знаю. Давайте, наверное, сразу пройдем прямо. Да. По идее. Да. И смотрим на кухню. Так, что мы про нее можем сказать? Что? Слушай, мне кажется, поверхность они поменяли, а кабинеты они просто покрасили, причем вот просто кисточкой. Да, 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 сами просто вот так взяли и покрасили. Обновили, да. Немножко такая топорная работа. Есть маленько. Честно сказать, да. Да, они не стали заморачиваться, сами покрасили в вроде как модный цвет, темно-коричневый. Темно-коричневый. Так, бытовая техника, я не могу понять, я не думаю, что она новая. Но не всегда спрашивают, что мы пытаемся найти в холодильниках. Вот, смотрите, мы хотим посмотреть. Вода. Да, для риэлторов водичка. Да, я открыла посмотреть, но он не старый. Не старый, но как бы не совершенно новый. Ну, в общем, то же самое можно сказать про посудомоечную машину. Нет, она не старая абсолютно, но и не новая тоже абсолютно. И, в общем-то, вот она плита и вытяжка. Это вытяжка, да. Кстати, микроволновки я здесь не вижу. Микроволновки нету, вот это минус. Чаще всего, это, честно говоря, очень легко заменить. Ну да. Не вытяжка висит, а просто на плиту и микроволновка висит с вытяжкой. Ее можно просто вот это убрать и заменить на микроволновку. Так, что дальше? Немножко читаю тут, что еще написано. Что? Посмотри, вот здесь интересный, как бы закрытый, должен быть, ну, как бы, свет. Нет, не второй свет, скайлайт, да, то есть потолочные такие окна, на самом деле, было бы очень круто. Да, да, не хватает как раз. Если бы они не закрыли, почему-то они закрыты. Кстати, опять-таки, вот этот попкорн на потолке, про который ты говорила. Старинный. Да. Немодный нынче. Тоже нужно будет оторвать. Знаете? Знаете, для нас был сюрприз, что здесь, оказывается, тоже есть бассейн. Посмотрите, какой хороший, но мы позже его посмотрим обязательно. Надя, проходим дальше, ты задумалась. Я слушаю, там какое-то шуршание за дверьми, потому что, на самом деле, здесь очередь на просмотр, поэтому мы попытаемся побыстрее. В общем, как бы этот дом считается open floor plan, то есть открытый план. Здесь гостиная, ну, family room для семьи. Кухня, гостиная, дальше мы там пройдем, там будет столовая и комната для встречи гостей. А здесь что у нас? Ты знаешь, я сама в первый раз, поэтому давай посмотрим. Давай посмотрим. Ванная, туалет. Здесь, скорее всего, да, три из четырех спален, наверное, в этом крыле. И мастер, надеюсь, она будет в другом. Гардеробная. Ну, да, такое все, конечно, не сказать, что новое, но, кстати, ковролин заменен, что плюс. Стены, в принципе, ну, что ты мне скажешь, нужно ли их красить, не нужно. Слушай, видно, что они были, ты знаешь, они выкрашенные стены. Да, но очень много замазано, как-то, опять-таки, знаешь, топорненькая работа. Да, так же, как и кухонные кабинеты, да, смотри, здесь вот как бы все это было быстро покрашено, скорее всего, самим владельцам, то есть не нанимались. Честно говоря, отяп-ляп немножко. Может быть, из-за этого он давно стоит на рынке, так-то вроде бы цена хорошая у него. Да ведь? Да, цена с бассейном, я считаю, что неплохая, да. 369 900 в наше время, это очень хорошая цена. Да, 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 особенно в этом районе, знаешь. Особенно в этом районе, да. Так, вторая спальня посмотрели, так, это вот у них, значит, опять же, такие раковина, тут, а, тут ванная, а где туалет, извините меня, за дверью. А, не, смотри, туалет-то мы и потеряли. А вот он, ку-ку спятан. Ладно, все, хорошо, нашли туалет, слава богу. Такая небольшая детская. Детская, да. Тут такая дверка, и там у нас такая гардеробная, ну, в принципе, такая прикольная. Больше, чем те. Ты знаешь, реально, смотри, как вот здесь, такое впечатление, что здесь какие-то такие большие дыры были. Да, их замазали. И их заделывали, причем совершенно даже фактура отличается от... И цвет другой. Оригинальной стены, да. Непонятно. Короче, как бы люди, кто здесь жил, они сами покрасили, но так как они это делать не умеют, вот так как получилось, так и получилось. Такое впечатление, что были какие-то огромные дыры, как будто кто-то... Буйный здесь жил, да? Буйный здесь жил, да. Ну да. Короче, здесь только можно жить тем, кто в ауру не верит от предыдущих хозяев. Что у нас здесь, постирочная. Кстати, нет... Или прачечная. Прачечная, да. Так, нет. Посмотрите. Дома мне не идет сушильная и стиральная машина. Да, это минус. На покупателе. Потому что это еще около... Около тысячи. Тысячи долларов. Смотря какие. Ну да, по три тысячи каждая. Да, да, да. Ну как минимум, более-менее. Так, здесь у нас гараж. Гараж такой нормальный на две машины. Вот он кондиционер. Центральное кондиционирование. Вот он нагреватель воды. И здесь еще такая дверка выход во двор. Так, тут какие-то строительные материалы. А мы идем дальше. Как эта зона называется? Ты знаешь, каждый раз у меня спрашивают вопрос. Я затрудняюсь сказать. Вообще это living room. Это комната для приема гостей, что ли. То есть та часть, это чисто семейная. Когда семья там сидит, телевизор смотрит. А здесь обычно ставятся диванчики. Если гости пришли, располагаются на диванчиках. Но по моему опыту чаще всего гости приходят, они садятся как бы естественно туда. Ну, практически в каждом доме во Флориде такая комната, она есть. Кто-то делает вторую гостиную для детей, например. Взрослые смотрят ТВ там. Дети смотрят здесь или играют в свои приставки. На самом деле, как бы всегда можно найти, как использовать любое пространство. Знаешь, много не мало. А здесь? Это столовая. Столовая. Угу. Ну, хорошая. Сразу выход в кухню, да, столовая. Это, в принципе, нормально здесь. Вот проходи туда, это будет мастер у нас. Мастер-бэгрум. Ну, вот он такой побольше. Хороший. Окна большие. Так, из-за этого, в принципе, светло здесь. Ковролин, повторимся, новый, что тоже хорошо. Ну, плохо, что ковролин. Плохо, что ковролин, да, да, да. Гардировная здесь, смотрите, одна для женщины, например. Вот для мужчины есть поменьше. Тоже вот, смотри, опять у них отвалилось все. Ну, что ж такое за проблемы-то у них всегда. Так, здесь у нас что? Две раковины. Ой, посмотрите. О, боже мой. Ты ее послала, наверное, смерть. Ну, ладно, не будем ее смывать. Да, не смывай, пожалуйста. Ну, ящерица, ничего страшного, мы их не боимся. Я думаю, что она выкарабкается. Да. Туалет не старый. Здесь, смотри, душевая тоже видно, они ее сделали. Просто, знаешь, само исполнение не очень, как бы, я имею в виду качество работ, есть претензии. Но видно, что это недавно они сделали. Ну, я вижу, что недавно. У меня даже в комментариях нет. Я лучше промолчу, как рел, когда стены. Да, 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 есть такое дело. Ты делаешь что-то, но уже хотя бы закончить, да? Да. Не говори. Но это будет все на покупателя. Да, да, кому-то он непритязательный, например, более-менее. Вот, опять же, две раковины плюс, гранит плюс. А что тут у нас? А тут выход, наверное, да, куда-то? О, выход на бассейн. Ну, давай сразу-таки и пройдемте на бассейн, раз уж мы здесь. Бэкярд. Такой вообще большой, большой, причем в обоих домах большие участки. Только единственное, что, если вы помните, в том доме не было забора, то есть не было визуально видно вот линию, как бы линии участка, да? Здесь вы можете увидеть линию участка, потому что здесь есть забор. То есть это здорово, прайвиси тоже, ну, приватность какая-то. Кстати, и там, и там забор вы по своему желанию можете ставить или не ставить. То есть есть комьюнити, где надо обязательно ставить или наоборот нельзя ставить. Здесь по желанию. Хотите ставьте, хотите нет. Вот бассейн хороший, да? Хороший, прям такая голубая вода, правда? Да, только его немножко почистить, а так вообще хорошенький бассейн. Мне кажется, в том была позеленее вода. Здесь прям какой-то вот прям голубая-голубая. Ну, значит, новый фильтр стоит, например, что можно отметить свежим. Смотри, а там-то еще для выгула собак, детей. Смотри, какое пространство. Да, участок большой, на самом деле. Хороший. То есть там еще есть раздолье. Вы можете туда что-то посадить. Ой, страшно, страшно, страшно. Так дулькает. Да. Вот он, насос. Вот эта вся система фильтрации и так далее от бассейна. Ой, из-за сетки не видать. Так вот это все выглядит. Не знаю, надо тоже узнавать, насколько эта вся система новая, старая. Не сломается ли после того, как вы купите это все. Это может проверить инспектор, естественно, не риэлтор. Да, это инспектор, да. Риэлтор этого не может сказать, вызывается инспектор, когда вы заходите под контракт, инспектор проверяет буквально каждый угол и крышу, и как бы системы для бассейна, и бытовую технику, и розетки. И, ну, буквально, делать генеральную инспекцию дома. Ну, что можно? Знаешь, есть где разгуляться? Плюс в том, что места много. То, что скрин. Скрин тоже стоит денег больших вообще, как и бассейн. Как мы уже говорили, около 70-100 тысяч стоит построить бассейн. Здесь, видите, есть еще зона под навесом, то есть если дождик пойдет. Скрин, он хорошо защищает от листьев, от москитов. Тоже плюс. Ну, как бы есть плюсы, есть минусы. Слушай, мне кажется, этому дому немножко не хватает любви. Посмотри, здесь, например, если бы я купила этот дом, я бы вообще здесь сделала летнюю кухню. Да, да, здесь все для этого есть. Здесь даже есть выход для раковины, барбекю поставить, розетки все. Здесь можно сделать очень даже... Немножко не хватает вот какой-то любви дому. Его вроде как бы сделали для продажи, но мне кажется, любая семья, которая въедет, там, поменять двери, например. Это не будет так много стоить, знаешь. Да, да, вот эти двери. Да, другой вид, другое ощущение у дома. Стены нормально выкрасит. Не говори. Его бы хорошо было бы взять в свое время подешевле и сделать хороший флип. Да. Потому что у хозяев флип и не получилось, скажем так. Я думаю, что это то, что они как раз пытались сделать. Да. Ну, пишите в комментариях, что вы думаете по этому дому. Интересно узнать ваше мнение. Да, и пишите. Просто интересно, вот два дома, они практически похожи, они в то же время разные, они в одном и том же нейбор-худе. Вот какой дом вам больше понравился, один, первый или второй. Ты еще у меня хотела спросить, сейчас я посмотрю, если там очереди нет, если у меня есть время рассказать. У-ку, нету пока. Ты у меня хотела спросить, почему разница в налогах, да, дома совершенно практически идентичны, в одном по квадратуре, и в одном и в другом есть бассейн. Очень быстро скажу, что я проверила время, когда последний раз был продан первый дом, он был продан в 2014 году. Этот дом последний раз, то есть хозяин, который сейчас им владеет, он купил в 2004 году. Налог исчисляется, как у нас в России говорят, это, по-моему, называется кадастровая стоимость, да. То есть в 2004 году кадастровая стоимость этого дома была, я не знаю, честно говоря, сколько, это не моя обязанность это знать, это можно проверить таксовые декларации, ну не декларации, там в веб-сайте по налогам. Но бывает, например, так, что кадастровая стоимость в 2004 году, например, была там 80 тысяч долларов, да, кадастровая, не рыночная стоимость, это разные вещи. Ну да. Вот, а у того дома в 2014 году, возможно, там 180 тысяч уже кадастровой стоимости, потому что дома, они то растут, то падают в цене, то растут, то падают. Но на тот момент, когда дом был продан в последний раз, как раз начисляется налог, и пока хозяин живет в этом доме, налог, он практически не повышается. То есть там на какие-то там очень маленький процент, я не знаю, например, не знаю, там на 50 долларов в год, может быть, поднимется, может быть, нет. Они там тоже делают переоценку эту. Вот, но тот дом, когда в 2014 году продался, он уже, его кадастровая стоимость была на 4600, да, налог. А этот дом, когда в 2004 году продался, в этом доме 2000 налог. Но когда купит этот дом новый покупатель, вся эта кадастровая стоимость, она пересчитывается, для этого приходят оценщики из банка. При покупке, они называются апрейзеры, они делают рыночную оценку стоимость дома, они делают кадастровую, и, в общем, они загружают всю эту информацию в каунте, и оттуда уже начисляется новый налог. То есть у нового хозяина этого дома в 2021 году будет 2000 налог, а в следующем году, кто знает. Может быть, и 3 даже, да? Может быть, и 3, может быть, и 4, может, и 4,5, смотря на сколько оценит, оценщик этот дом. Да, да, да. То есть это будет зависеть только от этого. Ну, а по моргичу быстренько давай пробежимся. Слушай, ну, по моргичу приблизительно то же самое, потому что цена дома, обоих домов, она похожа. То есть, опять-таки, при даунпеймент первоначальном взносе 10% и при процентной ставке 3,25, это я беру в среднем. Грубо говоря, это может быть, да, на 30 лет, может и даунпеймент другим быть, и процентная ставка другой быть, я просто беру среднестатистическую, то это будет приблизительно 1400 чисто ипотека. Да. И плюс 170 долларов в месяц, нет, это получается налог, в этом году, кстати, в следующем году, если налог, 170 долларов налог в месяц, это я разбила просто 2000, и страховка где-то 100 долларов в месяц. То есть, получается где-то 1700, и сдать такой дом, опять-таки, около 2000, вернее, 2-2,5 будет спокойно, потому что, опять-таки, бассейн. Бассейн, да. Детям есть где побегать здесь, конечно. Ну да, ну будет. Детям, я не знаю, здесь много комнат достаточно. Мне кажется, в том доме планировка была более такая открытая. Да, да, да. Здесь больше... Смотрите то предыдущее видео, мы оставим ссылочку. Да, смотрите предыдущее видео, сравнивайте с этим, нам интересно знать ваше мнение. Оба дома я пыталась найти в районе до 400 тысяч долларов, на самом деле дешевых домов уже нет, это вот, ну, самое дешевое, что я нашла, и причем район он неплохой. Школы, они, конечно, не самого высокого рейтинга, элементри и миддл, хайскул хорошая. Олимпия хайскул, она неплохая школа. Ну, как бы, если у вас выросшие детки, и им нужно хайскул, мне кажется, что этот район Митровеска очень даже неплохой для жизни. Находится в близости к Орландо, Юриверсал, даунтаун, инфраструктура. Все то же самое, что мы показывали Кондо, когда мы показывали, там магазины, фитнесы, ну, я не знаю, кинотеатры, парки, все, как бы, инфраструктура здесь уже давно, да, она не в процессе строительства, уже все развито, уже все готовое. Проезжали мы пока от одного дома до другого, ну, просто, ну, шикарно. Вот эти вот уже старые деревья, потому что районы достаточно старые, такие старые, уже разросшиеся деревья, очень чистые комьюнити. Ну, в принципе, не придраться, очень красиво, сами комьюнити мне нравятся. Да, так что принимаем ваши заказы на следующее видео, чтобы вы хотели посмотреть. Да, мы пытаемся делать все, что в наших силах, показывать то, что вы спрашиваете, но, честно говоря, сейчас такая гонка за домами, что не успеваешь показать, как они уже уходят с рынка. Да, возможно, этот дом, пока мы выложим, уйдет. Я уверена. Да, да, да. Ну, все, давайте. Ну, все, на этом мы прощаемся. Спасибо большое за просмотр и до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok